Я озвучила проблему не такого окончательного взаимодействия между регионами и городом. И попросила правозащитников обратить внимание на социальные проблемы, которые не меньше, а подчас больше волнуют людей. Чем проблемы политические. Потому что политика, я в этом ничего не понимаю. Но зато я вижу результаты. Я езжу по тюрьмам, когда задерживают людей в результате протеста. До 6 мая декабрьские события. И вторая часть, по которой я хотела сказать, это люди из регионов, которые остались на улице. Которые приезжают сюда часто без денег, без документов. Ну вообще, без всего. В поисках справедливости. А иногда, наверное, в половине случаев. Это проблема, которую можно решить на региональном уровне. Не ехать сюда из Комсомольска на море, из Октюбинска, из Благовещенска. Понимаете, вот эти люди буквально продают последнее, чтобы купить билет в одну сторону. И едут за справедливостью в Москву. Идут на приемы в администрацию президента. В Горздрав, в Минздрав идут. В всякие министерства. У каждого разная проблема. И все их жалобы спускаются туда, откуда они приехали, как вы понимаете. Из-за того, что я попросила гражданских активистов обратить на вот этих маленьких людей внимание. Потому что, несмотря на то, что я согласна, что любую страну надо спасать, страна состоит из людей. И часто тех, которые не могут защитить себя сами. И чтобы вот эти правозащитные организации, которые будут, как я понимаю, в каждом регионе России, чтобы они шли навстречу вот таким людям. И не посылали их вот в такие дальние места и пытались решить свои проблемы. Естественно, консультируясь с тем же министерствами, с чиновниками, либо с правозащитными и социальными организациями, которые помогают по разным проблемам, чтобы было взаимодействие. А сейчас, к сожалению, знаете, такое четкое разделение между протестными настроениями, и совершенно забыли о проблемах, которые остались в стороне, но которые совершенно не потеряли своей актуальности. Это бедность, в первую очередь. Это бедность, во-вторых, не знание абсолютное людьми своих прав. Потому что обязанностям научили, а прав не знают. Не знают, что можно лечиться бесплатно. Не знают, что можно получить полис, не имея документов на руках. Понимаете, не знают, куда пойти. Понимаете, я вижу тоже проблем массу у государства, да, и много чего мне очень не нравится. Да, вот это равнодушие чиновников. Это ощущение, когда приходишь в какое-то ведомство, что этим ведомством управляет какой-то гардеробщик, потому что с тобой от порога начинают унижать, да, и зачем пришла, и так далее. И так далее. Вот поэтому, ну, здесь я вот увидела неплохих людей, и надеюсь, что они помогут. А вы считаете, что этот форум поможет как-то организовать такой гражданский ликбез по всей стране? Да, я очень надеюсь на это. Не только гражданский ликбез, я надеюсь, что там найдут они бесплатных юристов, которые будут работать пробонно, оказывая элементарную юридическую помощь людям в трудной ситуации. Опять же, не заставляя пересекать их тысячи километров. Понимаете? И чтобы в Москве получить телефон, который в Новосибирске, это не стоит проделать такой путь. Вот, что будут юристы, которые... Понимаете, вот сейчас женщина из Астрахани, активистка, подошла ко мне, и она говорит, мне, я живу в Москве, ну, найди мне юристов в Астрахани, там, у двух инвалидов юридическая проблема, понимаете? Ну, откуда мы знаем? Понимаете? Поэтому надо на своих местах, исходя из своих возможностей, искать свои ресурсы, тем более, что они есть. Есть бесплатная юридическая помощь, она точно существует. Даже как бесплатная медицинская. Как вы считаете, удастся ли обществу как-то организоваться для того, чтобы активнее противостоять нынешней власти? Ну, во-первых, мы вот сейчас встретили, когда создается новая общественная организация. И тоже вопрос так же стоит остро, как и в отношении всего общества нашего гражданского. Ну, есть надежда. Надежда, и то, что из регионов приехали молодежь. И больше надежды на молодежь, как вот наша... Я с Русской Православной Церкви воюю, так как они меня отлучили, несправедливо, неправедно. Воюю долго. И все равно надеюсь, огромная система Русской Православной Церкви, которая пытается подогнать под себя все и общество, и общественность, и верующих, и неверующих, стать скрепой государства, как обещал этому, и нам всем обещал Путин. А вот та же самая стоит проблема. Надо стараться в любом случае, даже если маленькое сопротивление. Я в свое время сидел, в брежневское время. Сколько нас было правозащитников? Вот я в Хельсинскую группу уже вступил гораздо позже, когда уже началась Горбачевская оттепель. А в то время тоже мы, казалось, могли раздавить всех. Я создал Христианский комитет защиты прав верующих. А мне предлагали даже войти в Хельсинскую группу. Я думал, что если мы отдельно будем верующие, несколько священников существовать, то мы как бы дольше просуществуем. И в Хельсинской группе арестовали по 2-3 человека. Ну, а все оказалось накануне афганской авантюры, когда мы ввели войска, и тогда, наконец, несгибаемого сахара загнали. Горьковскую ссылку. Ну, да. Так что, видите ли, воевали до конца и выдержали, хоть нас было мало. Поэтому сейчас надежда, я думаю, на первую очередь, на молодежь. Что сейчас смотрел, сейчас из глухой, даже, можно сказать, провинции, если так можно говорить, приехали люди, молодежь. И она не боится. Вот что-то случилось с Россией. И Путин, конечно, это не понимает, что... И вся эта команда, что молодежь уже ничего не боится. И вот важно, что огромный лозунг здесь висел по поводу того, чтобы отстоять узников в Болотной. И я уверен, что Болотная провалится с позором. Эти сотни безумных следователей, которые пытаются, как бы, подмять, повторить, 37-й год, не выйдет. Они даже ни одного не могут сломать, даже, как зовут, слабеньких людей. Но у них же нет практически ничего там на них. Да, конечно, невозможно. И вообще такой процесс провести, процесс 37-го года сейчас провести невозможно. И молодежь, даже та молодежь, которая неопытная, попала в застенки по Стрыкину, она стоит твердо, и сломать их не удастся. Скажите, пожалуйста, а на что есть смысл надеяться? На то, что произойдет что-то там наверху, что запустит механизм активности снизу? Или все-таки все начнется снизу? Ну, я думаю, что великий Гайдар, которого мы демократы, где мы России, в которой активное счастье принимали счастье, нам удалось протащить, повлиять на Ельцина, чтобы пришел к власти. Он написал замечательную книгу «Гибель империи». И он с экономической точки зрения говорил о том, что если за 60-70% зашкалит коррупция, то такая авторитарная, тоталитарная система рухнет. И он говорил, это пророчествовал незадолго до своей смерти о существовании Советского Союза. Сейчас страна входит в системный кризис. Не только снизу молодежь, общественные организации, вот дай бог, чтобы вот этот форум правозащитный, он укоренился и стал развиваться. Это снизу. Ну и происходит и на самом верху. Мы видим, какие сейчас удивительные процессы происходят. И с единой Россией, и в путинском окружении. И чувствуется, что кризис захватил по всей вертикали этой авторитарно-тоталитарной структуры. Так что я думаю, что и снизу идет процесс от народа, и наверху то окружение, которое получило огромные финансовые и прочие блага от системы Путина. И они опомнились и видят, что система идет к развалу. Время пришло, и Пуссерайт, которые как бы великие пророчицы, великие, которые восстановили систему, которая была многие, особенно в 15 веке, которые стремились говорить правду. И то, что они произвели великие, произнесли великие слова, эти слова сбудутся в ближайшее время, я думаю. И недолго нам осталось ждать. Вы приехали на этот форум с какой-то определенной идеей, с какой-то определенной задачей, предложением? Да, я хотел бы здесь найти сторонников, и уже нашел. И тех людей, которые вместе с нами будут строить гражданский корпус волонтеров чрезвычайной ситуации. А в чем он заключается? Это организация, которая стихийно образовалась полтора года назад, когда были, помните, сибирские пожары, и сибирские города были в плотнейшем дыму. Вот тогда организовалось общественное движение, гражданский корпус, которое шире всего себя проявило в Крымске. Гражданский корпус управлял одним из крупных лагерей волонтеров. И очень, достаточно большой объем помощи он собрал. Я тогда еще работал в Красном Кресте, но Крымск показал, что нельзя организовывать общественную помощь постфактум, когда катастрофа уже произошла. Мы должны быть готовы к любой чрезвычайной ситуации, в ходе которой люди теряют имущество, кровь, продукты и так далее, оказываются в крайней ситуации, мы должны быть готовы всегда. То есть, если завтра, например, где-нибудь в Сибири произойдет наводнение, затопит дома и люди окажутся в отчаянной ситуации, мы должны прийти им на помощь не позднее, чем через сутки. В Крымске, к сожалению, так сделать не получилось, потому что помощь подошла позже. Первые фуры стали прибывать на четвертые, на пятые сутки, и первые трое суток некоторые крымчане ничего не ели и не пили. Скажите, пожалуйста, вы эту организацию будете, этот опыт распространять на всю страну? Безусловно. Вообще, голубая мечта наша, чтобы в каждом субъекте федерации у нас был свой центр неотложных гуманитарных операций, пока мы будем организовывать семь таких центров в столицах федеральных округов. Ну, кроме дальневосточного, потому что слишком далеко. Но в перспективе мы надеемся, что у нас будут и региональные центры, и местные в крупных муниципалитетах, потому что ошибочно предполагать, что Крымск случается редко. Дело в том, что Крымск в нашей стране случается ежедневно. 70% пожаров происходит в жилых домах и в частных домах. После пожара, как правило, в большинстве регионов погорельцы получают крайне недостаточную помощь, и, так сказать, очень нескоро. То есть наша задача, во-первых, охватить вот этих самых погорельцев, пострадавших при пожаре, мгновенно оказать им гуманитарную помощь. На этих пожарах, на этих ситуациях мы будем откатывать наших добровольцев, чтобы они видели, чтобы они смотрели реальным пострадавшим в глаза, чтобы они готовились работать в условиях, чрезвычайных ситуаций. Потому что человек, который пообщался с одной семьей, у которой сгорел дом, когда он приедет в условный Крымск, он уже будет вести себя по-другому, он уже не растеряется, у него не будет истерики. Он будет знать, что пострадавший ведет себя немножко по-особому. Человек, который только что пережил страх смерти, который только что все потерял, с ним трудно общаться, это надо уметь. И я просто знаю людей, которые вернулись из Крымска ужасно разочарованными. Они говорили, что вот мы приехали помогать людям, а нам никто не был благодарен. Но так и есть на самом деле. К сожалению, человек, который пережил страх смерти, он труден в общении, он неблагодарен и так далее. К этому надо людей готовить на реальных маленьких ситуациях, на маленьких чрезвычайных ситуациях. Психологическая подготовка тоже будет? Да, это и психологическая, и технологическая подготовка. Дело в том, что вообще вся наша структура, все наше общественное учреждение, оно будет основано на процедуре. А государство каким боком к этому будет подключено? Государство, ну мы не просим денег у государства. Мы надеемся на другие источники. Если государство захочет нам помочь, мы с благодарностью примем эту помощь. А кто вас сейчас финансирует или готов финансировать? Сейчас мы ведем переговоры с рядом финансовых структур. В Екатеринбурге центр действует исключительно на личные средства, вот, и на средства добрых людей. Поскольку все-таки гуманитарная операция, эта штука дорогая, поэтому мы ведем переговоры с донорами, которые нам обеспечат финансирование, которое будет использоваться абсолютно прозрачно, под полнейшим общественным контролем. Никаких секретов, никаких тайн у нас нет. Единственный секрет, который мы будем свято хранить, это полные персональные данные пострадавших. У вас сейчас есть возможность обратиться к тем людям, к тем организациям, к тем бизнес-структурам, которые, возможно, смогут вам помочь в строительстве данной структуры? Пожалуйста, можете им сказать. Да, дорогие друзья, дело в том, что ни одна гуманитарная операция в мире, даже в самых развитых странах, не обходится без общественной помощи. То есть ни одна самая мощная спецслужба мира, американская ФЕМА, австрийские аварийные службы и так далее, они не справляются сами с большими чрезвычайными ситуациями. Поэтому общественность должна быть готова помочь пострадавшим, поддержать их в самый тяжелый период, оказать им социальную помощь. Поэтому общественное учреждение, гражданский корпус обращается к вам с просьбой помочь, кто чем может, финансово, может быть техникой. То есть у нас должен быть транспорт, обязательно свой, потому что реагировать мы должны очень быстро. Может быть продуктами, может быть спецодеждой. Чем можете? Лучше, конечно, деньгами, потому что тогда все это обойдется гораздо дешевле. Заранее благодарны. Цель данного форума такова, что очень много людей, простых граждан, которые не отводятся ни одной политической партии, не поддерживают ни ту политику, ни ту, но они понимают, что им нужно объединяться как-то, их надо как-то в одно место объединить и поднимать население, чтобы во всей России была одна группа, чтобы они знали, что они принадлежат чему-то. А сколько регионов, сколько представителей регионов приехало? Сегодня приехало 45 представителей, 45 регионов, для обмена опытом, где какие, кто как влияет на свою власть на местах, кто как предложение новое влияние, кто предлагает как народ поднимать, как им объяснять народу, что надо выходить, что их дом, не их квартира, а их дом Россия, и их проблема, не то, что вот ихняя, это проблема всей России, и это гнилое гнездо, которое Путин внес в нашу страну, вырвать с корнями и выкинуть. И только так, подняв людей, мы сможем что-то сделать. А просто ходить с политическими партиями, мы ничего не сделаем. А вам скажут, опять же, весь мир насилия мы разрушим, до основания, и только затем, так, наверное, надо сначала что-то предложить взамен? Мы предлагаем, мы предлагаем, отдайте власть народу. Мы сами будем распределять свои богатства, путем демократии, путем голосования, мы решим, как это сделать. Воровать, забивать свои только сундуки, хватит, хватит брать у нас, пора и нам дать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова